Книга к истинному православию Игнатия Тихоновича Лавкина. Тема размышления о проекте исповедания с учетом сегодняшних ересей и искажений в церковной практике. Первоапостольская церковь на первое место поставила принятие Христа воплотившегося. «Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это Дух Антихриста». Первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. Но, цитата. «Как напротив зла добро, а напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник, так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два, одно напротив другого». Книга Сирахова, 33 глава, 14 стих. «Истинное православное исповедание веры во Святую Троицу закреплено в бессмертном веру во единого Бога. Этот символ, вынужденная мера, заслон напротив возникших смертоносных ересей Ария, Нестория, Никай, Цареградский собор, 325 и 381 годы». Святые отцы не только точно и быстро реагировали на изменения обстановки в церкви, но и писали кредо в нескольких вариантах, расширяя или сокращая отдельные пункты вопроса. «Вопросы. Прошло 1620 лет, от 2001 до 381 назад, в четыре раза больше времени, чем до формулировки символа веры от Рождества Христова. 1620 делим на 381. Возникли тысячи новых ересей и искажений. Мы ежедневно читаем веру, делаем удар по потерявшим злободневность ересям, в то время как в православии свирепствуют невиданные ранние отступления от Библии, от соборных канонов, обмерщения. Прошу принять к рассмотрению прилагаемый в кавычках «проект» добавления к веру, чтобы читать это сразу же за символом веры. Цитата. «Верую, что вся необходимая для спасения истина открыта людям в Библии, названной священным писанием и Словом Божиим. По этой книге Бог будет судить всех, поэтому и жить нужно согласно написанному в ней. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеют судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день». Иоанна 12, 48. Понимать Библию нужно только по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Об этом говорит 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. «Вера наша от слышания Слова Божия, но не от пения, богослужения, треп икон, мощей, храмов, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Ривлянам 10, 10. «Верую, что у Бога установленный порядок в церкви, в семье, в государстве, никто не может нарушить и остаться безнаказанным». Цитата. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого Мое Слово, тот пусть говорит Слово Мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном?» Говорит Господь. «Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят». «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь. «Которые рассказывают их и вводят народ Мое в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Порок Иеремия, 23 глава, 28-32 стих. «Страх Божий, боясь навеки погибнуть, есть начало и конец мудрости. Муж есть глава, жена научится в безмолвии, детей воспитывать во Христе в любви и строгости, наказывая согласно Писанию». Цитата. «Ибо два зла сделал народ Мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия, 2-13. «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо Мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Порок Осия, 4-6. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Малахия, 2 глава, с 1 по 2 стихи. «Проповедь повсеместная, постоянная, есть обязанность всех членов Церкви Христовой. И нет ничего важнее спасения себя и ближнего по Евангелию». «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Книга Деяний, 8 глава, 4 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Таинство требует только для верующих, членов Церкви. Богослужение должно быть только на понятном родном языке. И из посторонних никто не может пристать к Церкви. Цитата. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Деяние, 5, 13. «При возгласе оглашенные языдики, некрещенным и отлученным за грех, обязательно выходить в притвор. Священники должны накладывать эпидемии за грех согласно канонов Семи Вселенских и Девяти Поместных Соборов и правил Святых Отцов. Торговля в храме категорически запрещена. Брать за плату таинства и требы преступления. Все должны платить десятину на содержание священства. Церковь не должна претендовать на симфонию с государством и не должна подчиняться богопротивным законам государства. Священнослужители, осквернившиеся сотрудничеством с гонителями Церкви, объявляются безблагодатными и извергаются». «Если которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения, забыв, яко были понтийцы и христиане, и ожесточаясь до того, что убивали единоплеменных своих или древом, или удавлением, такожде указывали неведущим варварам пути и домы, таковым должно преградить и вход даже в чин слушающих, доколе что-либо изволят о них купно сошедшеся. Святые Отцы и прежде их Дух Святый». Кавычки закрываются. Еще цитата. «Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных, и тогда исходить. Ибо правило глаголит. Слушав Писание и учение, да изнежится и да не сподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри, врат храма исходит вместе с соглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся, стоит скупно верными и не исходит соглашенными. Конечно же есть причастие святых тайн». С расколами и ересями никто не может бороться физическим преследованием, но только доказательствами по Библии и канонам. «Экуменизм – все ересь, анафема. Верую, что за гробом нет покаяния и участь неуверовавших во Христа при жизни, мучения в аду и неизменно от желания живущих на земле. Вне церкви нет спасения». «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». 1 Петра, 3, 21. «Принятие Христа в свое сердце, покаяние, крещение с троекратным погружением руками законного священника есть единственный вход в церковь. Крестящие без длительной катехизации и без погружения извергаются, и таковое крещение недействительно». «Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайна действия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен». Апостольское правило, 50. В церковь есть собрание верных, где есть епископ, священник, диакон по рукоположению непрерывно от апостолов. Еретики, сектанты, вне церкви.